Засветись, а то собьют. В ноябре в городском округе завершился социальный раунд информационно-просветительской компании «Засветись». В течение месяца сотрудники ГИБДД рассказывали детям о пользе ношения световозвращающих элементов на одежде в темное время суток, а еще проводили разъяснительные рейды с пешеходами и водителями. Но усвоили рекомендации, по-видимому, не все. За 11 месяцев 78 ДТП, 11 погибших, 79 раненых. Цифры получены после анализа ситуации по Щелкому, Фрязину, Лосинопетровскому и примыкающим к округам Щелковскому и Фрямовскому шоссе. О тревожной статистике ГИБДД говорит о тот факт, что на этой улице центральной за 11 месяцев произошло 4 транспортных происшествия, трое пострадавших, один человек погиб. В том числе зафиксирован один наезд на пешехода. Наезды на пешеходов – тот вид ДТП, который можно предупредить, надев в темное время суток яркую одежду со светоотражателями. Особенно это касается пожилых людей и несовершеннолетних. К сожалению, жизнь говорит о том, что меры усилий недостаточно, наверное, принято, потому что буквально декабрь только начался, а сегодня утром у нас в пол-восьмом утра ДТП в Щелково погибла женщина 70 лет. Пешеход переходил в зоне 10 пешеходного перехода дорогу. Невнимательность пешеходов, соответственно, пожилой человек, невнимательность водителей, которые с утра едут. Одни нарушили очередность проезда, превысили скорость, другие не пропустили пешехода на зебре или сели за руль в пьяном виде. Рассеянное внимание пешеходов и водителей инспектор отмечает во время осенних рейдов. За месяц 500 нарушений. В ходе дознания водители признаются – в темное время не заметили пешехода. Но виноваты в такой ситуации оба – и тот, кто сидел за рулём, и тот, кто переходил дорогу без оглядки. Когда темно, чтобы не было беды, должно быть видно пешеходам. А водитель должен видеть и смотреть не в телефон. Социальная реклама о безопасности движения, беседы инспекторов со взрослыми и детьми, конечно, приносят свои плоды. Количество ДТП неуклонно сокращается. Первое правило пешехода, выходя на зебру, посмотри по сторонам. В зимнее время актуально, как никогда. Михаил Налётов, Щёлковское телевидение.